Итак, это Лайв, и мы продолжаем. Бояться нарваться на пулю. Ассоциация профессиональных коллекторских агентств хочет знать, кто из заемщиков имеет оружие. Данными коллекторы попросили поделиться службу судебных приставов. Приставы, в свою очередь, получают данные из отделов внутренних дел, куда информация приходит от участковых. В России сейчас отмечают рост просрочки по кредитам, а вот чрезмерно навязчивые манеры собирателей долгов могут вызвать резкий отпор со стороны должников. Так что, возможно, коллекторы опасаются не зря. Обсудим эту ситуацию. На связи с нами управляющий партнер Федерального коллекторского агентства, эксперт финанса Андрей Паутов. Андрей, я вас приветствую. Итак, зачем же коллекторам знать, у кого из заемщиков есть оружие? Да, добрый день. Спасибо за вопрос. Как вы сказали, нарваться на пулю, это, конечно, да, вопросы безопасности здесь есть, но это все-таки не основная причина, зачем нам это знать. Ну, всем, на самом деле, достаточно несложно. Дело в том, что в процессе взыскания мы постоянно ищем дополнительные источники, дополнительные каналы получения любой имеющейся информации о должнике. Тут все просто. Чем больше мы знаем, тем лучше мы подготовлены, тем более эффективно мы можем построить процесс взыскания. Зная информацию об оружии, ведь оружие, это, по сути, как и любое другое имущество, оно стоит денег. Причем, если это какие-то коллекционные экземпляры, на самом деле, и он очень немалый денег стоит. Так вот, поэтому мы можем судить о платежеспособности должника и по тому, как построить с ним дальнейшую работу. Ну, например, мы можем совместно с должником, по его желанию, договориться о реализации этого оружия в счет погашения задолженности. Или совместно с судебными приставами организовать мероприятие по наложению ареста на такое оружие. Ну, и вторая причина, на самом деле, да, она есть. Это вопросы безопасности. Как известно, одним из наших инструментов является выездное взыскание. Это когда наши специалисты выезжают на адрес должника и вступают с ним в диалог. Так вот, обладая информацией об оружии, мы лучше подготовимся к такому выезду. Ну, как вы лучше подготовитесь? Ну как, вы что, оперативную группу вооруженную отправите? Или, наоборот, более вежливо будете общаться с человеком, который может, грубо говоря, пустить пулю в лоб? Ну, смотрите, на самом деле, в нашей компании уже есть один прецедент, когда на наших сотрудников должник достал и навел охотничье ружье. Все, слава богу, обошлось без жертв. Мы спокойно вырулились из данной ситуации. Что я имею в виду, когда лучше подготовимся? Говорю, на самом деле, обзавестись банальными средствами самообороны и адекватно ответить на неадекватные действия должника, если таковые будут. Вот и вся подготовка. Ну да, ваша позиция понятна. В общем-то, поговорили мы с представителем одной из коллекторских компаний. Это был управляющий партнер Федерального коллекторского агентства, эксперт финанса Андрей Паутов. Но тему мы продолжим. Одним из самых громких стал случай с экс-бойцом СОБРа Антоном Мальцевым. Судебная психиатрическая экспертиза уже признала, что давление коллекторов привело бывшего спецназовца к хроническому расстройству психики в форме паранойи. После кризиса Мальцев не смог выплачивать валютную ипотеку, зато превратил маленькую однушку в подмосковном Пушкине в неприступную крепость. Даже металлическая дверь толщиной 10 сантиметров. Но это далеко не все. Кустарным способом бывший СОБРа Вец переделал сигнальные пистолеты в боевые, поставил глушители, сам изготовил патроны. Мальцев даже соорудил самодельный экзоскелет. Конструкция отдаленно напоминает средневековые доспехи. Она позволяет защитить себя от пули и усилить физические способности. Так вот, когда Мальцева пришли выселять приставы и сотрудники банка, в двери сработали растяжки с перцовым газом. Дальше уже работали бывшие сотрудники ФСБ и саперы. Казалось, что в Думе были установлены еще две растяжки, на этот раз с боевыми гранатами. Только благодаря вмешательству профессионалов обошлось без тяжелых последствий. Ну, а случай с Мальцевым это, конечно, исключение. Но вот глядя на действия некоторых выбивателей долгов, понимаешь, что он может стать не последним. Показательную казнь в Ульяновске ты посмотри по ТВ. Следующий обгорелый *** будет твой, если не одашь долг. Коллекторское агентство «Кавказ» вымпел. Запугивание должников – это один из главных методов действия недобросовестных коллекторов. Угрозы изнасилования детей, убийства домочадцев, жестокие избиения – для них это обычное дело. Такой террор может продолжаться и несколько лет, пока человек не сдастся. Петербурженки Валентине угрожали тем, что доберутся до внуков, если она не погасит долг, который уже давно вернула. Сожгут детей так же, как пытались сделать это с мальчиком из ульяновской семьи. Мы вот проснулись от криков, то, что плачет ребенок, плачет, кричит отец. Мы забежали. Там все горит, все в дыму. Ребенок, у него лицо все горело, ручки горели. Коктейль Молотова в кроватку двухлетнего ребенка бросил 45-летний коллектор, бывший сотрудник полиции. Таким образом, Дмитрий Ермилов пытался выбить из семьи 40 тысяч рублей, которые они якобы должны микрофинансовой организации. Мужчину уже привлекли к уголовной ответственности. Вот только его коллег судом и заключением под стражу кажется не напугать. Коллекторское агентство «Кавказ-Вымпел» после ульяновского случая только оживилось. Близости сроки твоей еб***ь жизни. В один из твоих ночей сон будет нарушен. У твоего порога затертой двери окажемся мы. Ты из принципа будешь наказан. Надеемся на то, что у твоей гнилой семьи есть дети. Любим смотреть, как они со страпом, как глазок, лезут на окна. Тебе придется смотреть, как мы не спеша будем уродовать одного за другим. Чтобы защитить и обезопасить свою семью и внуков, Валентина попыталась связаться с организацией «Деньга». Именно там она и взяла 30 тысяч в долг. Выяснилось, они без предупреждения передали все ее личные данные коллекторскому агентству «Кавказ-Вымпел». И никакого отношения к ним не имели. Но политику их полностью поддерживали. Вы начали моих детей трогать. Вы начали запугивать мою дочь. Вас никто не трогает. Вас трогает коллекторская агентство. Вы сейчас смотрите новости, что в мире творится? Насколько охренели должники, что коллекторы уже детей поджигают? Для убедительности коллекторы жгут детские коляски. Ситуация настолько обострилась, что уже даже юристы настоятельно рекомендуют. Если в вашу жизнь ворвались коллекторы, вызывайте полицию. Мой совет как юрист, естественно, обращаться в правоохранительные органы, привлекать всяческие внимания. То есть, естественно, первое – это полиция. Если каким-то образом та проверка, которую проводят органы полиции, не стараются обращаться в органы прокуратуры, в следственный комитет. Так и сделала Валентина. Собрала все документы, все справки и отнесла в полицию. Но кого конкретно обвинять в угрозах, не понимает. Ведь от коллекторов она только получает СМС. Обратную связь такие организации не предусматривают. И даже в Москве коллекторы никого не стесняются. Преследуют должников днем и ночью. В одной из многоэтажек расписали подъезд оскорблениями. При этом даже не скрывали своих лиц. И явно не боялись быть замеченными. Есть опасения за свою жизнь, за семью, за ребенка. Артем – тот самый должник, которому было адресовано послание. Опасения за жизнь небезосновательны. Ведь надписью коллекторы не ограничились. Угрожали разбить окна. Попытались выбить двери в квартиру. Если присмотреться, видны следы от обуви. В принципе, я закрасил тут. Можно видеть, да? Написано. Мразилия. Если это сейчас не остановить, они вернутся еще раз. И нам будет просто страшнее. Но соседи не заклеймили позором должника, на что был явный расчет. Напротив, ополчились на коллекторов. И даже написали заявление в полицию. Дмитрий Маркачев, лайф. Ну и напомню, что коллекторские агентства просят приставов предоставить им данные о реестре на тех людей, на тех заемщиков, которые владеют оружием. Так вот, сейчас на связи с нами депутат, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Илья Костунов. Илья Евгеньевич, я вас приветствую. Вот смотрите, какая ситуация складывается, да? Все-таки сейчас волна народного гнева направлена больше против коллекторов, которые не всегда вежливо, так скажем, пытаются выбить долги. Так вот, есть ли смысл давать коллекторам доступ к данным владельцев оружия, может, если они не будут знать и, что называется, побаиваясь, будут как-то более вежливо выбивать долги из заемщиков? Мне кажется, что такого права они в ближайшее время точно не получат, потому что речь все-таки идет, они работают на стадии досудебного взыскания, когда еще не было решения суда, не было каких-то государством определенных мер по взысканию задолженности, которые включают в себя и возможные меры принуждения, но эти меры могут применять только службы судебных приставов. В Госдуме принят закон как раз о защите граждан от деятельности коллекторов, и согласно этому закону, конечно, их полномочия существенно ограничены, и мне кажется, когда они писали это письмо, они сами знали, что никто им не разрешит получать доступ к оружию, а то так можно пойти, получать доступ к информации об оружии, а то так можно договориться до того, а дайте нам еще данные о специальной спортивной подготовке, данные о предыдущем опыте военной службы. Конечно, они не получат, я даже думаю, здесь скорее какая-то скрытая реклама оружия происходит во всей этой компании. Такого полномочия коллекторские агентства не получат, и хочу напомнить, что уже в 2017 году будет действовать административная ответственность для них, дополнительно к уголовной, она не отменяет наказание, и там будут штрафы до 2 миллионов рублей за подобные нарушения. Да, вот мы сейчас нашим телезрителям представили несколько случаев, когда коллекторы особенно жестко выбивали долги, ну прямо очень сильно давили на людей, но вот пока приставы как надзирательный орган за коллекторами не закреплены. Вот каким образом будет все-таки контроль за исполнением этого закона, о котором вы только что сказали, производиться? Как только вступит в силу поправки и наступит административная ответственность, еще раз подчеркну, за действия, предусмотренные уголовным кодексом, ответственность никто не отменяет. Если в законе о защите лиц от коллекторской деятельности прописано запрет на психологическое давление, если будет установлено, что такое давление было, будет штраф. Кто будет контролировать исполнение этого закона, конечно, предстоит еще окончательно определить, но мне кажется, что и полиция, и служба судебных приставов, и, соответственно, любые другие органы, которые могут предоставить информацию в соответствующие суды, они все будут взаимодействовать, чтобы ни один нарушитель закона не ушел от ответственности. Да, вам большое спасибо. Это был депутат, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Илья Костунов.